Александр Глебович Невзуров, советский и российский журналист, репортер, телеведущий, режиссер, сценарист и продюсер, советник генерального директора Первого канала с 2006 года. Время доброе. Журналистов, публицистов, это Александр Глебович Невзуров, его цитируют каждую неделю, и цитаты иногда вызывают улыбку, ну, я могу сказать творчески, что он молодец, молодец. Наверное, уже там в СИЗО передали, но, если не передали, должны пойти на свидание, скажем так, наши люди, Дайдуна, Катылана, из народа Саха наши люди, женщины. И они передадут обязательно, если свидание состоится, передадут. Теперь очень любопытные. Мне сегодня написала одна пенсионерка по WhatsApp, имени не называет, ничего не называет, пишет, я болею. Тяжело, так сказать, пенсионеркам, одинокам. И перешла сразу на Александра Невзурова, видимо, тоже вот смотрела этот ролик Невзурова. И знаете, что она мне написала? Я процитирую. Для меня была полная неожиданность, вот такая оценка. Ну, помню, что Невзуров назвал себя атеистом. Вот она пишет. Этот атеист трижды становился добровольным заложником, спасая жизни людей. Он ходит по стрию ножа, обличая негодяев. Не терпит и не создает себе кумиров. Он любит людей, а значит, любит Бога. И Христос любит этого человека. Это цитата. Она на моем мобильнике. Я думаю, что скоро, скоро многие из политической элиты начнут признаваться, что они друзья Саши Габышева. Они большие друзья. Так вот, Невзуров-то он честно признается. Душа. Душа, так сказать, попросила признаться честно. Вот тот момент, когда признаваться вроде нельзя. Когда человека, так сказать, гнобят власти. И в этом, в этом вот как-то защищать, вставать на сторону Александра Шамата тем журналистам, которые там большие люди, большие фамилии, большие, занимают кресла журналистские, публицистические, скажем так. Нельзя признаваться, даже если я симпатизируюсь, нельзя. Надо молчать. Надо молчать, там, шаман, запретная тема. А Невзуров признается. Вот в этот момент признание ценно. А скоро, когда будет вдруг можно, ой, скоро у Шамана будет столько друзей среди политической элиты России, замучается руки сжать всем друзьям. Но он добрый. Он будет, конечно, руки пожимать, улыбаться, говорить спасибо. Ну что ж, спасибо Александру Невзорову. Александру Габышеву сумели передать кипятильник. Это из новостей. Он просил, ему передали. В магазине там, в СИЗО, все в три раза дороже, передают наши, рассказывают, как говорится, наши друзья, женщины. Но зато не надо тогда досмотр проводить. В три раза дороже, но досмотр нет. Без досмотра тогда пропускают. Везде какая-то вот выгода вот на всем, понимаете, на всем умудряться сделать. В сегодняшней России. Вспоминая Александра Невзорова, так сказать, мы тут уникальны везде и во всем, всегда. И в СИЗО, и СИЗО у нас тоже уникальное. И правила там тоже уникальны. И, кроме того, что там дороже еще, нельзя больше 30 килограмм. Сейчас, извините, уточню, очки надену. Точно? Да. Нельзя больше 30 килограммов в месяц. Почему? А может быть, он хочет вставать. Вот может быть, вы передаете деньги, присылаете мне, чтобы мы покупали передачки. Ну, может быть, он хочет поделиться с товарищем. Может быть, у нас есть возможность кого-то еще поддержать, поддержать в темнице. Может быть, сосед у него тоже невинно осужден, невинно мается. Может быть, ему тоже что-то вкусное. Ну, мало ли, бывает, кто-то одинокий попал в трудную ситуацию. Больше 30 килограммов в месяц нельзя. Ну, правило. Ну, вот завтра пойдут на свидание. Надеемся, Сашу передадут просьбу Невзорова. Вот. Готовимся. Готовимся. 19 августа все ближе. Настроение становится все. Вот такое. Все более дело. Дело делать. Дело надо делать. Для Саши, для спасения Саши, за Сашу, за Россию, за хороших людей, которых в России миллионы, миллионы за нас. За нас. Саши, для спасения Саши, для спасения Саши, для спасения Саши, за хороших людей, которые в России миллионы за нас. Продолжение следует.